всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука сегодня 8 апреля я вот сегодня пришла как раз проверять температуру полить и хочу ответить на один вопрос который считаю очень очень важным в это время вопрос пришел в комментариях к моему видео и зрительница спросила вот мы бываем на даче редко только на выходных можно ли мне также вот в теплицу например высадить укрыть вот этим не тканом укрыть пленкой все запаковать и оставить на неделю не замерзнут ли они но тут знаете кто опытный огородник они знают что иногда больший ущерб нам доставляет не холод а жара они может быть не замерзнут но то что они там сварятся сгорят и спарятся это точно я вот в ответах на вопросы видео специально снимала ответила на этот вопрос но хочу для всех не только для этой зрительницы а для всех начинающих для всех новичков пояснить про опасность вот этих укрытий они и спасение они и опасность несут для растений смотрите если вы хотите укрыть от холода например упаковать если вы применяете целлофановую пленку открывание и закрывание она еще написала что открывать закрывать некогда уезжаем на долго если у вас нет возможности вот это открывать закрывать открывать закрывать то применение целлофановый вот этой вот полиэтиленовой пленки оно категорически запрещено, потому что солнышко, если выйдет у вас на час на два, на три ну даже на непродолжительный период на полдня из всей этой недели за это время могут томаты свариться, потому что пленка дает сильно хороший утепляющий эффект почему вот раньше, самые первые когда пленки пошли, почему мы прикрывали ими редиску чтобы так ускорить процесс всхода семян, процесс ее роста потому что там делалось прям вот жарко но обязательно ежедневно открывали торцы и сейчас, когда я в тоннелях выращивала много лет вот рассаду на продажу я же все это выучила, чуть только утром, встаешь пораньше в 8 и бежишь открывать чуть только замешкался на полчаса или на час, приду в 9 утра если солнце уже встало, открываешь торец, оттуда прям вырывается слой ну как такой кусок пара как из духовки, когда вот перегреется температура там так жарко, там температура поднимается невозможно поэтому про пленку хочу предупредить если вы не хотите открывать и закрывать ежедневно при каждом таком появлении солнца то вам целлофаном упаковывать ни в коем случае нельзя дает парниковый эффект сильно ведь только вот этот целлофан дает нам парниковый эффект потому что вот это не тканка она парниковый эффект не дает но хочу добавить, что эта же пленка нас выручает в случае сильнейшего понижения температуры потому что не тканка никогда не создаст такой вот именно опять же повторюсь парниковый эффект, как полиэтилен через нее же, она же воздухопроницаемая и здесь никогда не накапливается тепло, да она предохраняет от холода, как немножко вроде как подстраховывает нас но при больших минусах от многих слышу, что рассада под нетканой тканью замерзает это нужно тут тоже иметь ввиду что большой минус она не выдерживает хотя производители говорят минус 7, минус 8 тут нужно делать или многослойность или несколько слоев или утеплять чем-то дополнительно но вот именно чтобы создать термос, тоннель чтобы тепло накопленное за день не уходило лучший вариант это не тканка и полиэтилен он с регулярным проветриванием но в холодный период на ночь именно с упаковыванием тогда там будет тепло которое на за день тут вот аккумулировалось оно там сохранится оно никуда не денется полиэтиленовая пленка вот это не даст убежать ему и вот тут вам нужно выбирать опять же говорю что тепло вот эта жара что холод они могут с одинаковым успехом убить рассаду что от заморозка иногда повреждается насмерть растения что от жары не открыли вовремя 2-3 часа оно сварится его потом уже не реанимировать конечно лучше всех тем кто живет рядом кто имеет возможность выйти открыть потом вечером закрыть но если вы живете не рядом лучше многослойное вот это вот нетканое полотно конечно чем толще наверное тем лучше но я сильно толстым нетканым полотном я никогда не пользуюсь я предпочитаю двухслойность нетканка и полиэтилен но мне удобно потому что я вот сейчас утром пришла я проветрю и закрою все как только солнце если сегодня даже солнце выглянет я опять открою чтобы они не сварились но это нужен постоянный за ними присмотр все вот это я ответила на вопрос зрительницы можно ли запаковать надолго закрыть полиэтиленом уехать на несколько дней оставить томаты замерзнут ли они нет они не замерзнут они просто сгорят скорее всего если выйдет солнышко хотя бы часа на 2-3 к сожалению это так 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 Продолжение следует...